Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о таком важном факторе в достижении успеха в тех начинаниях, которые вы предпринимаете о таком важном факторе, как брать на себя ответственность за то, что ты делаешь, за то, что из этого получилось Знаете, вот когда мы на ребенка смотрим ну, он что-то начал делать, у него не получилось он хотел нарисовать там что-то но разлил стакан с краской на диван Это бывает, это ребенок Ребенка мы не судим по результату его действия Мы судим его по доброму намерению Но взрослого так уже судить не получается Взрослый должен брать на себя ответственность за то, что он делает Иначе он так и останется ребенком Он говорит, ну я же хотел как лучше Ну так иди в детский сад Там все так, в детском саду Не все, кстати, не все И даже в детском саду есть такие, которые не такие Ну вот, брать на себя ответственность Несколько так тем Есть такая, знаете, пословица Наверное, вы ее слышали Лучше с умным потерять, чем с дураком найти Такая вот интересная история Плохо найти с дураком Да, казалось бы, очевидно Вот с дураком найдешь и не в радость И будет тебе не в радость А с умным, даже если потерял Все равно вот как, так сказать Какая-то душевность, энергетика хорошая Вроде и не страшно Но тут есть Я бы от себя добавил Да, первое, я бы добавил, что С дураком найти нереально То есть, чисто так, знаете Как, эдак, закрутить такой оборотец Конечно, можно сказать С дураком найти С дураком нельзя ничего найти, кроме проблем Что можно найти с дураком? Это отдельная история, отложили Ну вот теперь вопрос Иначе, итак, человек Он, наверное, умный Потому что тот, с которым он нашел Дурак Значит, мы не говорим о том, что Два дурака что-то нашли И после этого им было небрадость Мы говорим, что один был умный А другой был дурак И вот этому умному Стало плохо От того, что он с дураком искал Значит Вот мы говорим про ответственность Если ты умный А он дурак Зачем же ты вместе с ним искал? Как вообще вы вместе Начали что-то сделать с дураком Зная, что он дурак? Вы можете сказать А как же я мог знать, что он дурак? Ну так тогда не говори, что ты умный Если это то, как ты учишься То есть сначала попал в проблему А потом говоришь Так я же не знал Ну хорошо, ты не знал Ну так ты скажи Я не знал Это моя вина Я в следующий раз С таким дураком Никуда не пойду Он говорит Нет Я умный Я был умный И остаюсь умным И я не совершил никакой ошибки Он не совершил ошибки Друзья, ему нечего исправлять В своей жизни Он просто связался с дураком Он и дальше свяжется с дураком Ему же нечего чинить Ему не над чем работать Он связывается с дураком Он даже не понимает Что виноват в этом он сам Никто не виноват в том Что ты пошел с дураком Ты может быть хотел выгадать Ты может быть думал Это ничего, что он дурак Зато у него есть Там, не знаю Богатый дядя Зато у него там У жены подружка красивая Зато Может быть там Когда до расчетов дойдет Я там ему не доплачу Я не знаю Что вы себе думали Понимаете Но Вот эта вот мысль о том Что с дураком потерять С дураком найти Послушайте Это ваша вина С самого начала Вот то, что вам было не в радость С дураком найти Это ваша самая и есть вина Потому что вы с ним пошли искать И еще его дураком называете Понимаете Он дурак Он хоть не знал С кем связывается Но вы-то умный Я расскажу вам анекдотец один Так, для Вдогонку что ли Для развлечения Примерно вот на эту тему Приходит Значит один человек Ну в нашем случае Он будет дурак Так, по логике рассуждения Вот он приходит К одному еврею Который типа мудрый Такой И говорит ему Ты знаешь, говорит Все говорят, что ты жулик Машинник Что ты всех обманываешь Обводишь вокруг пальца Но я тебе скажу Я не такой Меня ты обвести не сможешь Уже понятно, что дурак Понимаете Занимался бы своими делами Что ему надо кому-то что-то доказывать Понимаете, он что-то пошел Искать приключения на собственную задницу Вот Но Но тем не менее Вот он пришел И говорит Ты меня не обманешь Значит Еврей ему говорит Помилуйте Товарищ Что вы такое говорите Я в жизни никого не обманул Все, что я говорю Правда И я Я даже готов с вами поспорить Я готов Поставить там Не знаю Вот сто рублей Например Я вам Я вот Я вас не обманываю Я вам говорю Что я могу укусить себя За левый глаз Вы мне верите Тот говорит Я тебе не верю Это невозможно Тот говорит А я кладу сто рублей Что я могу Тот говорит А я кладу сто Что ты не можешь Они положили По сто рублей Значит Еврей вынимает глаз Оказалось Он стеклянным И Надкусывает Так чуть-чуть Его значит Прихватывает Зубами Тот говорит Боже Какой жулик Какой проходимец Понимаете А как Но он дурак Ему можно Да Он Он никогда не виноват Мы видим человека Который Не берет на себя Ответственность Он не говорит Какой же я дурень Как же я не понимал Что глаз Может быть И стеклянным Почему же Я не спросил себя Как именно Он собирается Это сделать Понимаете Дальше История разворачивает Но поскольку Один дурак А другой Ну наверное Не очень Значит Они Продолжается Разговор И еврей Ему говорит Я тебе больше скажу Я всегда Говорю правду Я тебе докажу Еще раз Вот я кладу Сто рублей Что я сейчас Укушу себя За второй глаз И тот И тот говорит Ну подожди Говорит Ну ты же не слепой Он говорит Конечно Я не слепой Был бы я слепой Я вставал Разговаривать Конечно Я не слепой Тот говорит Ну хорошо Кладет тоже Сто рублей Значит Еврей берет Вынимает Челюсть Челюсть Оказывается Вставной Друзья Было бы смешно Если бы не было Так грустно Но он вынимает Вставную челюсть И значит Подносит ее К правому глазу Говорит Вот пожалуйста Вот тебе второй глаз И тот опять ругается И он говорит Какой же ты проходимец Какой же ты негодяй И так далее Обратите внимание Он не берет На себя ответственность Он не говорит Какой же я идиот Что я пришел К нему С какой-то идиотской темой Какое мне вообще Дело до него Что я хотел доказать Кому я хотел доказать Какой урок Я идиот Должен вынести Из этого На будущее Ничего Вот ему Кто-то всегда виноват Кто-то ему виноват Кто-то его обманул Кто-то был нечестным А он всегда был хорошим Он никогда В жизни Не брал на себя ответственность За свои Неудачи В его неудачах Всегда виноват Кто-то другой В его неудачах Виноваты евреи Америка Мировой империализм Мировой сионизм Навальный Путин Трамп Обама Кто угодно Вместе все Все вместе виноваты Вот Все кто угодно Но только не он Был такой анекдот Знаете Ну я Так так постарше Вот я помню На заре компьютерной эры Где-то в 60-е Когда компьютеры еще были Совсем не то что сегодня Был такой анекдот Что написали программу Программисты И значит Которая пишет анекдоты Ну они ввели те которые есть А дальше эта программа Должна была по аналогии Значит сочинять новый анекдот И вот получился такой анекдот Мужа нет дома Жена одна Звонок в дверь Входят Петька Василий Иванович И Брежнев И все они евреи Вот такой был анекдот Понимаете И вот здесь Та же самая история происходит Вот по той же самой схеме Схема не меняется Все виноваты Петька Василий Иванович Брежнев Путин А я не знаю там кто еще Ну вам виднее кто у вас там есть Березовский Гусинский Там Какие то еще люди есть Ну естественно все они евреи И вот все виноваты Значит к чему я возвращаюсь К тому с чего начал И как мудро С чего начал к тому вернулся Если мы Не берем на себя ответственность За то что мы делаем И за то что из этого получается То мы Не уходим с уровня развития Детсадовского ребенка Детсадовский ребенок Не отвечает ни за что Он никогда не виноват Понимаете Я помню мама за мной пришла Мне было 4 года Ну и с маминых слов Я то сам то не помню Мне было 4 года Она пришла за мной в садик И говорит Миша Как тебе Я говорю Меня девочка обижала Она говорит Какая девочка Я говорю Вон та Мама говорит А как же она тебя обижала Я говорю Она меня за палец укусила Мама говорит А как же Как же она могла Твой палец укусить Я говорю Так я же его в рот засунул Понимаете И вот человек Остается на этом уровне Он засовывает Свой палец Куда-то Понимаете Туда где Сунь пальчик Будет зайчик И уходит Покусанный И говорит Девочка плохая Девочка виновата Значит Я так немножко Знаете Иронизирую Там и похихикываю И все такое Вы понимаете На самом деле О чем речь идет Но Возвращаясь К серьезной части разговора К серьезной части разговора Следите за собой Вот следите за собой Потому что Безумно хочется Безумно хочется Чтобы виноват был Кто-то другой Понимаете Как не хочется Брать на себя Ё-моё И вроде ты уже знаешь Что ты виноват И тебе говорят Что ж ты Ё-моё Так же это не я Это были обстоятельства Неблагоприятные Это были Вот там Может быть Какие-то магнитные бури Прошлись Или это может быть Опять Ну естественно Евреи Ну что еще Сказать И ты при этом Знаешь что это ты И никто кроме тебя Но все равно Не хочется Не хочется Брать на себя Свою собственную Вину Потому что Тогда нужно Что-то исправлять Тогда может быть Возникнет мысль Что ты не такой хороший Там или может быть Не так что-то сделал Кстати друзья Одну вещь вам хочу сказать Психологически Исключительно важную Вот давайте мы закончим Может быть на этом И когда вы сами с собой Разговариваете И оцениваете себя И когда вы разговариваете С другими людьми И пытаетесь Ну как бы призвать их К ответственности Да Никогда Ни при каких обстоятельствах Не давайте человеку Возможности Рассматривать себя Как плохого человека Не говорите ему Что он плохой Не говорите себе Я плохой Никогда Вы хороший И он хороший Вы можете Не очень хорошо Поступить И он тоже Будучи хорошим человеком Может не очень Хорошо поступить Но он при этом Остается Хорошим человеком И вы тоже Вы поступили Неправильно И я тоже Друзья Я тоже могу Что-нибудь такое Намудрить И напортачить Что вы себе думаете Вот Некоторые говорят Можно ли вас Потрогать пальцем Какого высокого роста Друзья Но и я не святой С моим ростом Так сказать И мускулатурой Недавно приобретенной Понимаете Никто из нас Не святой Но Мы иногда поступаем Не очень хорошо Нам бывает стыдно Это не делает нас Плохими Да Значит Запомните Вы хороший Даже если вы что-то Не так сделали Вы хороший Но просто В следующий раз Вы это сделаете лучше Но Если вы не будете Брать На себя Свою ответственность Спросите у тех Кто играет В преферанс Да Что происходит С теми Кто во время Розыгрыша мизера Свои взятки Не берет С ними Друзья Происходят Очень грустные обстоятельства Когда они Не только свои возьмут Но и чужие тоже Скажем так Неприятности Так вот Если ты не хочешь Брать на себя Лишних неприятностей Бери на себя Ответственность За то что ты делаешь И тогда у тебя Будет все И ты будешь Хорошим человеком И ошибки Которые ты совершишь Ты будешь исправлять И в других людях Ты будешь видеть Хороших людей И будешь помогать Им исправлять Какие-то ошибки И совершенствуются Там и так далее И будешь успешным Во всяком случае Будешь на пути К успеху Потому что человек Который вне сознанки Который говорит Это не я Это моя рука Это вот Козни Там и так далее И так далее И каждый раз Когда вы слышите Этих людей Их же сразу слышно Понимаете Он только рот открыл Раз Сказал И ты уже знаешь Кто перед тобой Младшая группа Детского сада Понимаете Вот собственно и все Счастливо Детского сада Детского сада